Первый игрок, ваш выбор. Второй игрок, ваш выбор. Третий игрок, ваш выбор. Четвертый игрок, ваш выбор. Четвертый игрок, ваш выбор. Второй игрок, ваш выбор. Четвертый, ваш выбор. Четвертый, ваш выбор. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро, город! Утро в городе доброе! Первая игра нового сезона Обещает быть интересной Пожалуйста, минута первого игрока Доброе утро, город! Новая игра! Давно не была, слава богу, красный игрок Мне очень хотелось быть красным игроком И мечты сбываются Речь, честно говоря, не очень подготовлена Но хочу обратиться ко всем, кто здесь сейчас находится С просьбой, с пожеланием Новый год начинается, у нас будут новые проекты Нам нужна будет ваша помощь Которая будет заключаться хотя бы на первом этапе в следующем Как только выставляется, вы видите, выставляется пост, реклама Пожалуйста, кроме лайков и кроме шатуфа Обязательно делать комментарии Потому что только комментарии поднимают публикацию Дают ей возможность сидеть наверху у всех в ленте Даже если вы просто поставите картинку с большим пальцем Десять секунд Это нам очень поможет Поэтому очень-очень большая просьба Следить за нашими ивентами Следить за нашей рекламой За нашими постами И это время Спасибо Пожалуйста, минута два Доброе утро, город Кто забыл? Регис, красный игрок Наконец-то на эту минуту Просто прошлый вечер был Спасибо С первым игроком поиграю Все хорошо, замечательная речь понравилась Дальше вот что хочу сказать будет Продолжение темы проектов Я правильно помню, что в этом месяце мы будем обсуждать «Черное зеркало» Это в последнюю среду, да? Я всем рекомендую этот сериал Настоятельно Его нельзя назвать веселым Но это, безусловно, событие в мире кинематографа И я очень большой поклонник этого сериала Я надеюсь, что я вложу свою лепту в то, что Мы таки решили его обсудить Очень рекомендую всем Он заставляет задуматься над многими вещами Он очень многогранный Рекомендую посмотреть и поучаствовать Спасибо, Пас Спасибо Пожалуйста, минуты три Ну как не поиграть с такими игроками? Первая речь, которая говорит Давайте, ставьте лайки Хотя бы Значок Очень правильно Мне очень понравилась и мотивация И сам позитив И сами эмоции Однозначно играю с первым игроком Второй игрок абсолютно правильно сказал Что у нас в конце месяца В последнюю среду будет обсуждение «Черного зеркала» Если кому сложно посмотреть весь сериал Это и не требуется Я могу порекомендовать какие-то серии Под какой-то типаж Это просто социально очень интересная вещь И есть что обсудить Это ничем не хуже книги Да, она не очень веселая Вот Нет, один-два я играю Один-два, все Это однозначно красные Поэтому с ними я точно играю Вот Конечно, человек, который открыл пачку конфет и ест Это человек только со спокойной совестью Это человек, который всю ночь сидел и думал Какую пачку лучше открыть И все-таки открыл ближе Поэтому, конечно, играю Вот, хорошо Только тихо И это время Спасибо Пожалуйста, минуту 4 Доброе утро, город Абадун, красный игрок Это даже на моей кружке написано Игроки 1-2 начали Может, это Маша Игроки 1-2 начали спокойно Эмоционал ровный Пока с ними поиграю Пока играю однозначно 1-2 Господин Ведьмак Эмоционал тоже ровный Но он говорит, что игроки 1-2 Однозначно красные Итак, игрок говорит, что игроки однозначно красные Только в двух случаях Либо если он мафия и знает цвета Либо если он шрифт и проверим на красноту А, в трех случаях Либо если он подглядывал Так что Пока с господином Ведьмаком не поиграю Могу потом переобуться Так что пока играю 1-2-4 Спасибо Пас Спасибо Пожалуйста, минуты 5 Доброе утро, Гора В первую очередь поздравляю Девятого игрока Тату Второго игрока Регист И четвертого игрока Мадон Да Адам Первый игрок Ну, мне Мне понравилась ваша речь Первый игрок Мне понравилась ваша речь Я буду с вами играть пока что Второй игрок Мне тоже понравилась Третий Ну, я буду играть Мне понравилась речь И четвертый Пока что Первый, второй, третий, четвертый Я с ним играю Тем больше Еще не больше Если ты хорошо знаешь десять секунд кто более красные спрашивают спасибо пожалуйста минута пять шесть я не играю отсюда к сожалению с одной стороны как бы золотой провела играть в зубы с игроком номер один но содержание речи мне очень понравилось игрок номер два тоже эмоционал ровный игрок действительно я вынуждена согласиться с игроком 4 на счет того что игрок очень хорошо вот жилье одно красное и сам же нас учил как бы не доверять по нулю и вдруг это крайне подозрительно для игрока номер три не буду попадаться на дешевую провокацию именно статистикой поэтому просто аккуратно не поиграю я потом могу и переобувся 10 секунд согласно с игроком номер 4 по позиции но с игроком номер 5 не могу согласиться потому что она берет и 3 и 4 в свою команду 4 параной 3 это время спасибо игрок номер 7 не предупреждаю вас в следующий раз за шепот поставлю фолл два раза уже было пожалуйста ваш минута один играю офигенная речь 2 играю продолжу хорошо 3 паранойи сколько сезонов я спрашивала в этом успели я все посмотреть 4 поскольку по 25 серий 4 5 серий а то есть я успею с моим марафоном я успею 4 играю 5 не играю вообще речь не нравится 6 у нас с вами сходятся позиции если я не ошибаюсь с вами пока поиграть я красный игрок спасибо спасибо пожалуйста минута восемь добраться город цене красный игрок один-два мечей дальних информации по и цветам я пока не буду боюсь играть за скобками 3 как за паранойя но она сразу поиграю пусть движ он красный время покажет как-то поиграем то может переобуюсь четыре кажется больше красные 5 я на так конец паровозиков взяла всех поэтому я сейчас мне кажется больше как раз он поговорил о камере не раньше не весит о том 6 и 3 камере если решение оба мафа это обучает куба 10 секунд у вас пока я играю команда это 8 4 спасибо пожалуйста минута 9 доброе утро город смотрите давайте я так так как я красный игрок я сделаю вот так вот общие свои впечатления допустим между 1 и 2 я 2 вижу покраснее теперь предлагается третье на проверку правильно ну возвете все подозревают но вы вы мне не тем подозрительным минутку шить не до скоро вы мне подозрительны что то что я там увидела небольшое разноцветие вы не увидели вы так как-то подняли может быть и затем и единичку тоже с собой ну то есть как бы ссылка вот это вот мне здесь зацепило и теперь а вода мне понравился его позиция тоже и а вот я бы знаете как у пятерку увидела что со всеми играет и не знает кого выбрать вот вы даете пятерку на провести секунду дело в том что по пятерке мы стол не сможем разобрать шестерка нам разделила все хорошо я бы шестерку бы проверила и тогда бы была поняла тогда она сделала до комарии правильно спасибо пожалуйста минуты десять то есть вы предлагаете 9 на проверку потому что он сказал что между 1 и 2 разноцвет я не увидела между 1 и 2 разноцвета они для меня оба одинаковы красные поэтому стройка я бы согласилась что он берет и 1 и 2 в команду но тут я еще подумала на речи тройки что у него позиция послабее потому что один красный 2 красный тот под ним цепляется чем дальше тем больше вероятно что он черный поэтому 3 я понимаю почему 4 не берет в команду откидывает и берет в команду 1 2 так что я как раз предполагаю что между 3 и 4 может быть разноцвет не настаивая но возможно поэтому проверка может идти туда пятерка взяла в команду всех хотя так не надо было делать 3 и 4 не вместе их невозможно брать команду вы могли взять или 1 2 3 или 1 2 4 всех четверых это вот не очень хорошо я думаю что проверка пятерки не даст ничего шестерка позиция мне понятная соглашаюсь по большинству пунктов семерка присоединяется к шестерке поэтому всем позиция послабее можно проверить всем спасибо итак на любом круге не было выставления игроков и город уходит в ночь а 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 Продолжение следует... Доброе утро, город. Одну секунду. Интрига, интрига. По игре не говорим. Что, опять кто-то что-то... Скажите мне, вот в тех конфетах есть с вишней? Да. Как они выглядят? А я не знаю, какая из них с вишней. Это как сзади обычная вишня. Нет, я из этих вишня. Сзади, сзади. А, это квадратная с вишней. А, да? Дай квадратную. Нет. Отначай обратно коробочку. А, ну ладно, ладно, бери. Ладно. Ладно, это видно. Все хорошо? Да. Все отлично. Налейте, товарищи, вина. А, да, да. Бери. Отлично. Для всех, кроме игрока номер три. Вас убили этой ночью. У вас минута попрощаться и право лучшего ухода. Окей. Я шериф этого города. Теперь такая ситуация. Игрок номер десять. Очень правильно заметил, что между один и два нету разноцвета. Зато есть разноцвет между три и четыре. Поэтому я подумал, если я пойду проверю четыре и четыре найду черным. Конечно же, десять будет красным, которая и так для меня по речам красная. И мне это мало что даст, тем более, что четыре, скорее всего, сам вскроется шерифом в этом случае. Поэтому я не пошел проверять четыре. Потом я подумал девятка, которая на последних номерах очень плохая речь. Много потрачено времени сюда. Ищет разноцвет между один и два по нулю. Хотя там даже не то, что по нулю нет, там вообще нет разноцвета. Я считаю оба красных игроками. Десятка я тогда тоже заметил. Поэтому я думаю пойти проверить девять. Но если я пойду проверю девять, то это ничего не дает. Никто не проверит силы ее на проверку. Более того, десятый игрок считает девять достаточно красным. А двойка просил шесть. Я проверил шесть. Шесть черный игрок. Лучший ход. Четыре, шесть, девять. Завещаю 10 и два точно красными игроками. И у вас время. Четыре, шесть, десять. Девять. Четыре, шесть, девять. Одну секунду Итак, стол открывает игрок номер 2 Выставляет игрока номер 6 на голосование 6 принято Дальше, да, я видел это вскрытие, все хорошо Город, все у нас замечательно Даже если 6 шериф Окей? Мы сейчас в баланс убираем второго шерифа И точно один черный покинул стол Так что все хорошо Можем смело Смело можем убирать второго шерифа Это раз Во-вторых, мы вас послушаем, послушаем ваши проверки И обязательно будем рассматривать И вашу версию тоже Поэтому Сейчас в баланс уходит 6 Дальше будем думать Теперь, я играю По завещанию шерифа номер 3 Значит, 2,10 он дал красными Значит, с 10 играю Вот Не могу сказать железно прямо на всю игру Но пока играю Дальше буду слушать версию шерифа номер 6 И после этого будем решать Продолжаю играть или нет Спасибо, пас Спасибо Пожалуйста, минута игрока номер 4 Утро доброе городное По-прежнему играю с двойкой Но посмертной играю с тройкой Раз он десятку оставил красный То я тоже ее посчитаю скорее красной Так, ну значит, шестерка Даже если вы в двухнезапный шериф Ну что называется Баланс суров Но это баланс Так что Вас тоже загласываем Значит, игрук номер 5 Мне тоже не нравится Тем, что Она нас всех объединила В одну команду Хотя вместе не играли Ну да Оказалось, что Ведьмак красный Но я тоже красный То есть В принципе Мы все красные Но откуда вы все это знали? Откуда вы знали, что Мы оба красные? Вы знаете цвета, вы мафия Так что я считаю, что Мафия вполне может быть Между игроками 5 и 6 В принципе С игроком Номер 8 поиграю Так Семерка Тоже для меня игрок красный Так, но Девятка в лучшем ходе Это тоже Полагаю, что может быть мафия Значит, лучший ход был 4, 6, 9 Но сам себя Голосовать не буду Но сейчас это значит шестерку А потом, возможно Буду между игроками 5 и 9 Спасибо Пожалуйста Минута игрока номер 5 Добрый город Номер 4 Почему считается Некрасной ночью? Это черная? А, ну да Почему считается черная? 3, 4 Я вижу Ладно Я, ладно Я, ладно Ну, жало, что игрока номер 3 вытащили Но я думаю, что он красный Потому что Дверь была не единая Когда игрок, например Представляю игрока номер 6 6 стоит Ладно Игрок номер 4 У вас 10 секунд Я пока не знаю Вы со мной не играете Я с вами буду Посмотрю Я пока что с вами не играю Это время Спасибо Хочу делать небольшое уточнение По поводу того Что с этого года Мы переходим на правила ФИМ На турнирные правила И уточняю, что Лопки по столу Щелчки и междометия Являются нарушениями Поэтому Сначала вы будете Получать предупреждение Впоследствии Если это будет не принято То будут раздаваться И за это тоже фалы Спасибо Пожалуйста Минута игрока номер 6 Шриф Ну конечно Логично Уйти в самострелом И устроить столу Бесшерифную игру Конечно Меня потом Неважно Заголосуют Отстрелят Поднимут в баланс И ведьмак Нализал городу Бесшерифную игру А вот если что-то Я знаю про этот клуб Это то, как тяжело У нас идет Бесшерифная игра Представляю игрока номер 9 Который путал позиции Поверил на этой ночью Тройку Потому что Тройку просили на проверку Игрок номер 7 Ммм Мм Верила игрока номер 3 Который Откуда-то знает Кто за столом черный Который красный Ну конечно Он что Кто же меня будет слушать Я проверяла тройку Тройка черный Проверяла Потому что Стол просил на проверку Шриф должен играть Со столом Правильно Я выставляю игрока номер 9 Который путал позиции Я не знаю Кто третий Буду слушать Понятия не имею Просите на проверку Если я еще буду жива В конце этого раунда Я проверю И это время Спасибо Пожалуйста Минута 7 Госпожа ведущая Кого оставил В завещании игрок номер 3 Подобные вопросы Насколько я знаю Не принимаются Вы можете спросить Количество фолов И выставления Шесть Девять И два И десять Красные По мне Либо два Либо десять Кто-то один Черный Я могу предположить О том Что Три Ушел Самострелом Потому что У меня был Не игровой момент И я знаю Точно Одного Черного А отсюда Не складывается Все Что Сложил Ведьмак И не складывается Его в шерифство Как бы Вы можете верить Можете не верить Я выставляю игрока Номер 5 И я больше верю В шерифство Ксихопаде Хотя Спасибо Пожалуйста Минута 8 Доброе утро Город Для меня В третьем Ушел Самострелом Потому что Что-то там Речь у меня Не сложилось Поэтому Я сейчас Пристоя Начинать баланс Поднять А шерифа Который Для меня Неправильно Баланс Ни с той стороны Баланс Начинаем Ни с той стороны Поэтому Красный город Значит Кто выставлен Ведущая Выставленные Игроки Номер 6 Номер 9 И номер 5 Три игрока Девять за столом Поперим Оставимся В троих Шестерку Поднимать Нельзя Ни в коем случае Поэтому Для меня Сейчас Вспоминаем Что было Ведьмак Ведьмак Сейчас Сказал Ах, как я Ведет 4 Чтобы у меня Была черная Потом Она стояла Черт Совершенно Других Там Речь Была Очень Нелогично Так Как По мне Шерифы Не пили Шерифы Ломают Хол Хорошо Значит Весь город Государь Это время Пожалуйста Минута 9 Вы смотрите Вы красный Давайте Будем Давайте Будем Делать Так Вот Я Хочу Вам Сказать У нас Из команды Номер 6 Госпожи Госпожи Всехопадки У нас Уже Ушел Один Черный За столом Я считаю Что второго Шерифа Не должно Быть Я понимаю Я читала Про эти Замоты И у меня Тоже Такая Мысль Закралась Не Вы Ли Госпожа Скорпион Черная Третья Не Вы Ли Третья Черная Смотрите Но Это Очень Сложно Это Супер Сложно Если Он Сломал Этот Счет Игры Эту Математику Я Пока Не Готова Поэтому Играть Я Готова Играть Вот По этой Простой Версии Что Второй Шериф Уходит Потому Что У нас Получается Один Черный Один Какой-то Ушел Второй Какой-то Уйдет Один Черный Значит Поднимется Давайте Дорогой 10 Играть Пока Что Так Вот Попроще А там Уже Будете Разбираться Потому Что Это Чересчур И Троих Поднимать Это Тоже Идея Кто Сказал Эту Идею Спасибо Пожалуйста Минуты Десять Вот Я Согласна Смотрите У нас Если Ушел Три И Уйдет Сейчас Шесть Город Может Быть Уверен Только Один Черный Покинул Стоп Потому Что Сейчас Если Мы Поднимем Девять Или Поднимем Пять У нас Понятия Не будет Кто Ушел Два Красных Игрока Два Черных Игрока Или Один Красный Один Черный Вариантов Может Сколько Угодно С уходом Шестерки Будем Хотя Бо Знать Что За Столом Осталось Два Черных Поэтому Девятка Говорит Для Меня Сейчас По Красному Поднимать Девятку Я Не Я Не Поднимала То Если Поднимать Какого-то Подозрительного Игрока Нет Для Меня Это Не 5 Для Меня Это 4 Ночью Я Как Раз Еще Думала Что Если Убьют Меня И Оставляют Лучший Ход Я Оставила 3 4 Вместе Потому Что 4 Для Меня Выглядел Подозрительно Тем Более 4 Находится В Лучшем Ходе Но Я И Это Трис На себя Брать Хочу Поэтому Сейчас Должна Уходить Шестерка Тогда Мы Будем Искать Двух Мафов А Не Не Известно Сколько Если Мы Сейчас Поднимем И Это Время Спасибо Итак После Первых О Прошу Прощения Пожалуйста Минталия Ну После Того Как Все Поговорили Да Для Меня На Первом Круге Четверка Была Уже Изначально Подозрительной Потому Что Сразу Как Ну Четыре Красных Таких Прям Ну Не знаю Не может быть Шестерку Да Я за то Чтоб Выставить Шестерку Потому Что Ну Так Лучше Будет Я Понимаю Что Где-то Четверка И Вот Здесь Сидит Маф Десятка Для Меня Однозначно Красный Двойка Однозначно Красный Моя Команда Два Десять Спасибо Спасибо Да Дай Маус Можно пойти покурить Нет Он уже бумагу Возьмите Принести Может быть На смарт У меня шарики Заезжай Я пошла бы покурить А что ты Сколько Длинь Шесть Это Замутри Замутри Ом Это Свет Задумит Это Что Вот Это Вот Это А Это Фалэ Она так Отмечает Так Отмечает Фалэ Не поняла Как Это Что Официантов Тут Вызывает Козью Чтобы Не пытаться Нас Переорать Когда Мы Начали Не перебивать Что Володу Я Очень Одобрел Все И сразу Слышно Что Направила Филь Для чего Переходим Как судья Молотком После того Стучат Направила Фильм Чтобы Другим Клуб Тех Которые Приезжают Из других Клубов И они Теряются В баллах Они Говорят Почему Дается Столько Почему Столько Т Говорят Типа Очень Много Полбала Я говорю Да Но у нас За победу Другая система То есть Рассказывая систему Говорят люди А ну понятно То есть У вас просто Смещение То есть Все логично Но со смещением И приходится Многим Объяснять И поэтому Я уже Просте решил Перейти на Их систему Там Я считаю Недостаток Фильм Он ориентирован На Одиночную Игру То есть Именно Чтобы каждый Игрок Он проявлял Себя Особенно То есть Это не Командная Игра Это игра Там Меньше Добал Да Но на них Вес другой Поэтому За победу И за проигрыш Столько же Дается Да? Нет Полный балл Дается За победу И за проигрыш Ноль И там еще Минусы есть Там много На штрафы Теперь будут Например Вскрывается Ну Попилится 10 человек Вот И ты Красный игрок Нарочно Ломаешь В одного из игроков А это оказывается Шериф Например И твоя команда Проиграла Из-за этого За это Ты получаешь Штраф За то Что если Встал По четырем Фолам Встал За то Что просто Встал В штраф Я смотрю Сири Выучила Правила Да Конечно Сири У нас Сейчас Ведущий Никто попал Сейчас Только тот Который Прочитал Эти все Правила И знает Все распечатано Дома Так что Мало Что А ты Едешь Или не Едешь Едешь А куда Вы едете Только пришли Я тебя пришлю Хорошо Без проблем Без проблем Они несложные Там В смысле Я тебя пошлю Я тебя пошлю Я тебя прямо сейчас Пошлю Он едет Он едет Куда ты едешь Он едет отвозить вещи Так Кому еще наливать Я все Антрибую Какой-то Я проложу Я проложу Я проложу Копьянка Давай Даша Это такое Интересно Максимум Справила Едет Подожди Девушкам Сперва Интересно А он Всего лишь На все Так красиво Начали Правила Правила А ты едешь Или нет А еще Правила Сейчас Думаю Куда едет Сейчас Давать На правила Правила Итак У нас Господин Рейдис Я бы успела покурить Ого Господин Рейдис Вернулся Таймалт окончен Таймалт окончен Мы остановились На том Что выслушали Весь стол И после этого У нас Выставлены Игроки 6 9 5 Голосование Будет проходить В этой Последовательности Опять же Напоминаю Правила После объявления Голосования Жестикуляция Прекращается И руку От стола Мы отрываем Только когда Объявлено Количество голосов Все После Слова Спасибо Голоса больше Не принимаются Итак Город Кто за то Чтобы Нас покинул Игрок номер 6 Спасибо Раз Два Три Четыре Пять Шесть Спасибо Кто за то Чтобы Нас покинул Игрок номер 9 Два голоса Принято Спасибо Кто за то Чтобы город Покинул Игрок номер 5 Поставьте Пожалуйста Руки Кто не Голосовал Только что Говорила Что мы Не отрываем Руку Пока не Объявлено Количество Один голос Спасибо Итак Игрок номер 6 Большинством Голосов Вас посчитали Мафия Вас минута Попрощаться С городом Пожалуйста Ура Ура Моя Черной Проверки Ведьмаку Который Умница Навязал Городу Бесшериф Ну Игру Гордитесь С собой Город Более Того Аж Шесть Голосов Известного Шерифа Это означает Что мое Выставление Очень Устраивает Мафию Потому что Как иначе Объяснить Такое Количество Голосов Завещаю Городу Разобраться В игроке Номер 9 Который Путается В позициях И больше Слушать Игрока Номер 7 Который Слушает Что происходит За столом Удачи Вам Город Спасибо Спасибо Попрощаемся С игроком Стол Открывает Игрок Номер 4 Ваши Номер А Ночь У меня Уже Сразу Убили Да Не Значит Убращение Номер Наливать Больше Я так и думала Что сейчас скажу Итак Корочки Только Коварная Мафия Выходит На Работы И проводят Нима Микровод Номер Один Номер Два Номер 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 Четыре Номер 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 Шесть Номер 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 Десять Мафия Удаляется Просыпается Тот Мафия Он делает Продер Получает Двой Ответ И удаляется Просыпается Ширин Ширин Делает Продер Получает свой ответ И удаляется Доброе утро, город А утро недоброе Для игрока под номером 2 Вас убили этой ночью У вас минута побращаться с городом Так, ладно, город, хорошо Значит, у нас получается так Игрок номер 9 Ведь он черный по версиям обоих шерифов Не проверено, но оба шерифа назвали его черным Поэтому я еще думал Все-таки голосовать девятку или нет Дальше Сейчас за столом точно сидят два черных игрока Теперь Присмотреться к игроку номер 4 И по неигровому тоже Ну вот это вот А ночь? А как же ночь? Ну это так! Еще раз Это не железно, конечно Это меньше Но он так или иначе В тройке одного В шерифнометре Я бы сносил сначала 9 Вот моя рекомендация Убирать сейчас 9 А потом или 4, или 5 Спасибо вас! Прощаемся с игроком И стол открывает игрок номер 4 Пожалуйста, ваши минуты Доброе утро! Зря сказал хулимнущий Сейчас бы я начал Деньги у меня отстрелить И он бы меня не въезжал Так Ну ладно Теперь серьезнее Значит Кто мне не нравится Да мне почти все не нравятся Так Кто мне нравится? Пока мне нравится игрок номер 10 Так что так Видимак Который я считаю Лучшим шерифом Завещал Что 2 и 10 Скорее красные Двое классы Значит двойка красная Значит Вполне вероятно Что Видимак настоящий шериф Это 16-ка черная проверка 2 и 10 красные Так Семерка говорит 2 и 10 черные Да Выставляют голосование Игрока номер 7 7 принято Игрок номер 7 Как раз голосует Вместе с шестеркой Которой по ее версии Мафия Как раз голосуют Вместе с игроки 6, 7, 8 Значит Мне не нравится Игрок номер 5 Я говорил почему Что она Объединяет игроков Которых друг с другом не играет Но думаю Может из-за ее Юного возраста Недостатка опыта То есть в принципе Она может быть красная Игрок номер 9 Я тоже не верю В ее черноте Вот игроки 7 и 8 Голосуют вместе с шестеркой И восьмерка предлагает попилить И видится шипы Которые могут сломать Теоретически Это время Спасибо Пожалуйста Минута игрока номер 5 Доброе утро Борода Ладно Я Четыре поговорила И вы почти Четыре с кем Вы дружите? И все Ладно Четыре поговорил хорошо Но он со мной не дрожит Тогда мы разноцвет Я думаю Что он мафия Ладно Пока что Пока что Серый Ничего Ладно Потом Я Пока что На этом круге Я выставлю 7 Он мне тоже 7 стоит 10 секунд У вас Это время Спасибо Пожалуйста Минута игрока номер 7 Я не говорила Что 2 и 10 Черные Я сказала 2 Кто-то Один Из них Вполне Может быть Черным Два Отстрелили Я Не факт Абсолютно Не факт Я вставляю Игрока номер 5 Я даже не знаю С кем Я поиграю Спасибо Спасибо Пожалуйста Минута 8 Доброе утро Город Слушайте меня Игрок номера 4 Лучше Хотя бы Хочешь их за столом Какие-то проверки В столбе шерифа Когда У нас никакой информации нет Послушать друг друга Мы взрываем уши Наши версии И мы не знаем Как голосовать Только Хотя бы у нас были Какие-то проверки Мы бы подумали Это красный Это черный У нас что-то Была какая-то информация То, что 3 Начали речь с того Что он сказал Что он бы проверил вас Нашел бы вас в черном Потом он вас стал проверять Помните это Поверь все 3 Он хоть не сказал вас В лучшем ходе Но для вас Для него были черным игроком Поэтому Сказал Вы путаете мирный город Я не путаю мирный город Я пытаюсь В этом больше В мирном городе Разобраться 3 для меня Вошел как Уже шериф Поэтому Я Для меня Быть в красный 10 секунд Логично Логично Я пока Поиграю 4 5 Это время Спасибо И 8 Вы получаете Фол После слов После слова Времени Пожалуйста Минута игрока Номер 9 Доброе утро Смотрите Господин Авадон Если бы вы были черный Вам легче всего Было сейчас После речи двойки Затопить в меня Полностью Правильно Потому что я же там черная По версии обоих шерифов Так вы сейчас для меня Однозначно красный Потому что не затопил И потому что Я красный игрок Если вы сейчас У вас есть Право на ошибку Если вы сейчас Выносите меня Жалко Значит так Теперь То что То что Господин Скорпион Что же я увидела Господине Скорпион Ну когда Подожди Да я пропущу это А вот сейчас Про восьмерочку Хочу сказать Я кстати На своей речи На предыдущей К вам обращалась Нам реально Нужно вынести У обоих шерифов Почему Потому что Хотя бы один черный Встанет А вы это Не дослушали Ну как бы В этом не прониклись Не прониклись Или не захотели Проникнуться Вы для меня Сейчас стали черным И что-то у меня было С вопросом У вас 10 секунд Но я не помню Наверное голосовать Все-таки буду с вами Семерку И это время Спасибо Пожалуйста Минута 10 Семерка Она может быть И красная Просто она играет По той версии Которая выгодна Игроку Номер 6 Поэтому шестерка Оставляет ее Красной Может быть Она действительно Красная Просто запутавшаяся Для меня Восемь Вот этот вот Призыв Попилить С тем Что на попиле Стоит шериф Которого он Как бы Признает И оставить Это Во-первых Попил при девятерых Это вообще Всегда очень сложно И сломать Тут как нечего делать Особенно если Там действительно Стоит настоящий шериф Мафия-то старается Поэтому Как раз Призыв Попилить При девятерых На троих Это Вот я это Расцениваю Как черный Кот Я выставляю Угрока номер 8 Вот при всем Уважение К игроку номер 2 Который Он правильно Говорит Что девятка По двум версиям Скорее черная Но для меня Девятка Говорит лучше Чем восьмерка Поэтому Семерка А я хотела сказать Что двойка Отстрелился То есть он красный Я про себя знаю Что я красная То есть вы Двух красных игроков Знаете Спасибо Пожалуйста Минута 1 Тоф Значит Ну У нас Шериф Все таки Я считаю Что господин Ведьмак Он был Шериф Настоящий Он завещал Городу Десяточку Красным И двойку Двойка У нас Сказала Голосовать В девятку Десятка В восьмерку Восьмерку Мы да Десятка Выставляем После Да Для меня Восьмерка Тоже больше Черный Гроб Чем красный Это однозначно Девятка Как раз Больше Окраснилась После Этой Речи Но она Тоф Я выставляю Восемь стоит Пас Спасибо Спасибо На голосовании Четыре Пять 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 Голосов Уходит Номер Восемь Номер Восемь Вас посчитали Мафия У вас минуту Попрощаться С городом Игра продолжится Надеюсь Ну Мафию Поищите Красный Город В десять Сейчас для меня Очень очернилось Потому что Она брала Красного Красный Игрок Как Мафия Сейчас Вот Если Пять И десять Красный Город Мое Жесткое Завещание Спасибо Упрощаемся С игроком Город Уходит В ночь И только Голосовая Мафия Достает Пистолет Уходит На охоту Проходит Игроков Номер Один Номер Два Номер Три Номер Четыре Номер Пять Номер Шесть Номер Семь Номер Восемь Номер Девять Номер Десять Мафия Удаляется Просыпается Дон Мафия Дон Делает Проверку Дон Получает Ответ И удаляется Просыпается Шерип Шерип Делает Проверку Шерип Получает Ответ И доброе утро Город А утро Доброе Для города У мафии Не сострел Итак Стол Открывает Игрок Номер Пять Ваши Минуты Доброе утро Город Хорошее утро Что У мафии Не сострел Ладно Ну У меня Суправление Что сказать До сих пор верю Что Тези Это Шерип Для меня Пока что Минуты Пошли Почелом У меня Собралась Пока что Пойдет На 7 И 9 Что Они Учебные Ну И всех Остальных Я беру На команду Спасибо Спасибо Пожалуйста Минуты 7 Интересно Мафия Не сострел Это Потому Что Остался Один Маф Который Опытный И Который Просто Не стал Стрелять Или У мафии Не сострел Потому Что Тут Как Дал Завещание Одного Человека От Подоговорки Был Другой Я Оставляю Игрокам 5 5 Принято Спасибо Пожалуйста Минуты 9 Ну Да Действительно Очень 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 Сложно Разобраться От И Мне Тоже Показался Этот Не сострел Тем Же Самым То Что Вы Сказали Потому Что Что Он Оставил Он Оставил 2 10 Красный То есть Десятку Он Тогда Красный Оставлял И Господин Циник Он Непонятно Играл Как-то Сначала Он Все Что Он Какой-то Был Подозрительный Сначала Из Конца Потому Что Не С Городом Играл И Как-то Нелогично Играл Если Было Больше Логики Хотя Я бы Сколько С Кем-то Идти Что То Я С Нем И Не Пошла Господин Скорпион Вы Напрасно Пятерку Утопить Она Мне кажется Красный Здесь Не С ней Такие Замоты Делать Я Даже Не Знаю Что Выставить Десятку Выставить Десятку Же Это Время Спасибо Пожалуйста Минута Десять Выставляю Гравка Номер Девять Девять Принято Сейчас Пришло Номер Девять Вставать Я скажу Почему Там Лучший Ход Тройки Это Одно Потом Двойка Действительно Правильно Говорил Что Девять Черная По Обеим Версиям Скорее Черная Но Поведение Девятки Мне не Понравилось Перед Голосованием До Того Когда Речь Дошла До Нее Руки Собирались Сказала Что Собираются В Семерку Девятка Показывала Что Семерка Уходит После Моей Речи Красного Игрока Девятка Сразу Решила Что Уходит Восемь Показывала На стол Что Уходит Восемь То есть Я поняла Что Девятки Все равно Кого Снимать Семь Восемь Лишь Б Руки Собрались Поэтому Сейчас Для меня Девять Должна Уходить Тем Более Что Между Восемь И девять Тоже Разноцвет Если Восемь Уходил Красным При Всем Кажется Красная Не знаю Семерка Что Уезжаете В пятерку Она Ну Не такая Уже Чем Время Спасибо Пожалуйста Минута Один Ну Да Скорее Всего Что Восьмерка Таки Да Уходила Красным И Наверняка Он Был Да Выставлен На Отстрел Поэтому И Не Получилось Может Быть У них Сострела Девятка Ну Вот Мне Кажется Сейчас Мафия Это Сидит У нас Сейчас Наверняка Два Мафа Два Мафа И Они У нас Это Или Четыре Или Семь Или Девять Ну Понятное Дело Кто Скажет Пять Не Знаю Вот Не знаю Пять Мне Тоже Вначале Не Казалось Слишком Красной Но Сегодня Но Сейчас Мне Кажется Что Десять Секунд Кто Сидит Сидят Мафы Асы Не Пятерка Не Пятерка Выставлю Девятка Да Я Выставлю Ваше Выставление Не принято Хотя Девятка Стоит Пожалуйста Минута Четыре Доброе утро Город Кто Выставлен Госпожа Ведущая Выставлены Игроки Пять И девять Так Пять И девять Значит Так Когда Восьмерка Проголосовал Семерку Мне тоже Показывают Что Вдруг Они не могут Быть вместе Черные Потому Как Четыре Голосуют Против Своего Но Может Он Голос Докинул Не знаю Не знаю Может Быть Что Восьмерка Уходил Красным Семерка Черная Потому Смотрите У нас же Был Не сострел Значит Либо Одна Мафия Действительно Опытная Либо Стол Две Мафии Значит Поскольку Между Шесть И три Однозначно Одна Мафия Ушла То Тогда У нас Было Либо Одна Мафия За столом Либо Две Значит Игрок Номер Семь Вы С С Игрок С Игрок Но И Как Раз Именно Восьмерка Голосов Выставляю игрока Номер Семь Вы можете С кем-то Промазывать Тогда Восьмерка Уходи У красным Спасибо Спасибо Итак После Выступления Всех Игроков Выставлены Пять Девять И семь Будут Голосоваться В этой Последовательности Переходим В зал Суда Итак Кто Кто За то Чтобы Город Покинул Игрок Номер Пять Спасибо Принято Ноль Голосов Кто За то Чтобы Город Покинул Игрок Номер Девять Спасибо Принято Раз Два Три Четыре Пять Стреляем Один Итак Игрок Номер Девять И кто Кто Не Голосовал Госпожа Тата Кто Не Голосовал Мы Не Щелкаем Пальцами Игрок Номер Пять Это Вы Получаете Предупреждение Госпожа Тата У вас Минута Попрощаться С городом Авадон И Мирабэль Да Нет Ты Я вам Говорила Не может быть Да нет Я еще Плохо Госпожа Скорбюла Игра Не Закончилась Четыре Пять Шесть Боже Мой Ранила Меня В сердце А Боже Как Это Круто Не Точно Не Вы Сто Процент Не Вы Авадон И Кого Наставлял Авадона Второй Фул Госпожа Скорбюла Молодец Шепот Я предупреждала Я как будто не очень поверила Но с в одном Можно Сколько К вам уже должно прилететь Этих Звучиков Тебе Тоже Миллион Да Это Время Игра Еще Не Закончена Итак Город Уходит В ночь Город Уходит В ночь Не Только Город В афе Будет На Охот И Проходит Нем Игроков Номер Один Номер Два Номер Три Номер Четыре Номер Пять Номер Шесть Номер Семь Номер Восемь Номер Девять Номер Десять Мафия Уберяется Просыпается Дом Мафии Дом Делает Мафию Дом Получает Свой ответ И Удаляется Просыпается Шериль Шериль Делает Проверку Получает Свой ответ И Удаляется Доброе утро Город Утро Доброе Для города У Мафии Не сосредо Я пошутил Я жив Фол Господин Абадон Да ладно Второй Фол Раз у меня не Три фол А теперь уже Четыре И вы Попытается И я предупреждаю По новым правилам Это карается Минусом в рейтинге Так Пожалуйста Минута семь Выставляю Канадон пять Нам повезло Одну секунду Тайм-аут Дим По правилам Написано Что если игрок Покинул по фолам В этот круг Голосование Не проводится Мы сразу Уходим в ночь Или выслушали Все поговорят То есть мы можем А можно здесь поговорят Вы говорите пас Да Мы говорим пас Вы можете говорить пас И тогда Уходит в ночь Точно так же Стреляется И голосуется Хорошо Так Пас Госпожа Мирабель Все Сейчас Я быстренько Это вот Это то что я всегда говорила Всегда надо доигрывать До самого конца Вот вроде бы все понятно Уже отстрел назначен Уже там пистолет Поднял маску Одел все И на тебе Вот поэтому Всегда нужно доигрывать До конца Потому что если есть Маленький шанс Его надо использовать Все Сейчас стреляется Там я не знаю Один Десять Там уже Уже промаха не будет А потом На угадайке Вы знаете что делать Спасибо пас Спасибо Пас Спасибо Город уходит в ночь А Минута пять Я черт Спасибо пас Спасибо Уходим в ночь Только кого Субтитры создавал DimaTorzok Семь Семь Да Игрок номер семь Вы убиты У вас минута попрощаться Спасибо Вы знаете что делать Пожалуйста Минута десять Выставляй кроккан номер пять Спасибо пас Пять принято Пять Пять принято Пас Пожалуйста игрок номер пять Ваша минута Пас Большинством голосов единственное выставление дробь номер 5, вы покидаете у вас минута попрощаться спасибо